В этот день в зале Дворца культуры собрались люди с тонкой душой, горячим сердцем и огромным багажом знаний, которым они щедро делятся со своими воспитанниками и учениками. Учителя-наставники, их профессионализм, мудрость, чуткость и терпение поистине безграничны. Со словами поздравлений и благодарности за воспитание подрастающего поколения к участникам мероприятия выступили представители руководства города, Сарапульской городской думы, управления образованием. Именно вы научили нас различать добро и зло. Именно вы разрешали нам ошибаться. Именно вы сделали все для того, чтобы мы выросли достойными людьми и продолжаете это делать. И огромное количество ваших подопечных, совсем юных, чуть постарше, уже самых взрослых, искренне вам благодарны за ваш благородный и ответственный труд. Профессиональный праздник, День Учителя. Один из тех немногих, которым действительно приходишь, в волнение, чувство благодарности, чувство ответственности. Потому что вы дали нам наше детство, наше знание, компетенции, наше умение. И дали свою доброту и любовь. И это профессия будущего, потому что воспитывает наше будущее поколение, наших детей и внуков. Добрые пожелания педагогам адресовал и депутат Государственной думы России Олег Гарин. Спасибо большое вам за то, что вы дарите нашим детям кусочек своего сердца. За то, что вы помогаете им стать укрепно способными, помогаете им двигаться вперед и достигать больших вершин. Спасибо вам за то, что благодаря вам нашему городу Сарапову, нашей Ульмурской Республике, но и нашей стране есть чем гордиться. Особо приятным моментом мероприятия стала церемония награждения. Многие из присутствующих были отмечены наградами российского, республиканского и городского значения. Для Натальи Калабиной 5 октября двойной праздник – День педагога и День рождения. За свой многолетний добросовестный труд по воспитанию детей Наталье Михайловне присвоено высокое звание почетный работник в сфере образования Российской Федерации. Уже как бы не первое поколение выросло на моих глазах, поэтому сейчас те дети, которые приходили ко мне первые, они уже приводят своих сюда детей. На здоровье пожелаю и терпения, и самое главное – уважение со стороны родителей и со стороны детей. Праздничную атмосферу в этот вечер поддерживали выступления творческих коллективов города.